В эфире новости Юргу. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Анастасия Щетинина. Здравствуйте! Православные отмечают Рождество. Об истории этого праздника расскажет наш корреспондент. Рождество Христово – один из 12 главных церковных праздников в году. В этот день во всех храмах совершаются рождественские литургии. В Русской Православной Церкви Рождество Христово празднуется в ночь с 6 на 7 января. Этот вечер называется Рождественским сочельником. История праздника уходит на 2000 лет назад. В ночь равноденствия Иосиф и Мария не нашли места в гостинице и остановились на ночлег в пещере. В ту ночь на свет появился младенец и в небе зажглась яркая звезда. Именно поэтому 6 января приступать к застолью нельзя до появления первой звезды, символизирующей рождение Иисуса Христа. С Рождеством связано много народных традиций. Празднование знаменито калятками и песнопениями. Многие празднующие наряжались в костюмы и ходили по всем дворам, пели рождественские калятки, частушки и веселили хозяев домов. Сегодня празднование Рождества уже не проходит так весело, но традиции все же сохранились. Накануне наряжают елку и на ее верхушке должна сиять звезда. Под елку кладут коробки с подарками. Некоторые даже сооружают пещеру с родившимся Христом и фигурками людей, которые его окружали. Также верующие люди в этот праздник посещают церковь, читают молитвы и ставят свечки. Каким будет 2021 год? Самый верный способ узнать свою судьбу – гадания на Рождество и святки. Начинать их можно с вечера 6 января до ночи 19 января. С 6 по 19 января в стране идут святочные гадания. В это время девушки могут заглянуть в свое будущее и погадать на суженного, узнать свою судьбу. Гадания на Рождество считаются наиболее правдивыми. Своими корнями святочные гадания ходят во времена языческой Руси. Считалось, что именно в эти дни потусторонние силы были наиболее активны, а границы между мирами более тонкие. В это время нечисть вовсю разгуливает по миру. Но будучи веселой и шаловливой, охотно делится знаниями с людьми. Поэтому гадания в ночь перед Рождеством отличаются особой точностью. Видов гадания великое множество. Гадания на будущее, на любовь, на судьбу. Гадать можно на свечах, по воску, на картах, с помощью зеркала и воды. К обрядам нельзя приступать неподготовленным. Нельзя шутить с потусторонним миром и относиться к нему несерьезно. Существует несколько правил перед тем, как начать обряд. Следует убрать церковные кресты и обереги, распустить волосы, расставить свечи и потушить свет, а также умыться. В этом году мощными днями для проведения обрядов будет вечер 13 и 18 января. Такие дни принято называть «вещими вечерами». Иностранные студенты ЮРГО отметили Новый год. Подробности далее. Иностранные студенты ЮРГО отмечают Новый год. Организаторами выступил Центр социокультурной адаптации совместно с кафедрой «Русский язык, как иностранный». В программе праздника, подарки, конкурсы, танцы, знакомства с русскими твердийцами и известными русскими образами – Снегурочка и Баба Яга. Вместе с этим студенты приняли участие в конкурсах, рисовали и играли снежки. В этом году Бабка Ёжка устраивает испытания иностранным студентам, проверяет, что они могут, что они умеют, что они знают. Пройдут испытания, увидят Деда Мороза, получат подарки. На данный момент в ЮРГО учатся 2500 иностранных студентов из 58 стран мира. Представители Центра социокультурной адаптации стараются делать все, чтобы Россия для иностранных гостей стала вторым домом. Именно поэтому на праздник собрались студенты и их семьи. Мы с детства празднуем Новый год. Это для нас обычный праздник новогодний. Сегодняшний день очень прекрасный. Мне очень понравилось. И всем спасибо организаторам, кто организовал сегодняшний праздник для иностранных студентов. Праздник проводят уже третий год. В этот раз для участников также провели конкурс на самый оригинальный костюм. В многопрофильном колледже Института спорта, туризма и сервиса отмечают Новый год. Подробности далее. В многопрофильном колледже Истис прошла новогодняя елка. В этом году представление отличалось от прошлых лет, признается директор колледжа Ольга Прохорова. В этот раз мероприятие посвящено и окончанию учебного полугодия, ведь скоро все студенты колледжа уйдут на зимние каникулы. Так как в Новый год исполняются желания, Ольга Борисовна решила рассказать о том, какие мечты есть у колледжа. Вы знаете, я вообще сегодня хотела бы, во-первых, поздравить всех с наступающим Новым годом, чтобы Новый год стал для нас, для всех, это исполнение самых заветных желаний. Желаний у нашего колледжа достаточно много, это и пролицензировать наши образовательные программы среднего профессионального образования, новые образовательные программы. Это то, что наши студенты, участвуя в различных конкурсах, олимпиадах и мероприятиях, как городских, так и всероссийских завоевывали призовые места. Это лучшая награда для любого колледжа, поэтому я хочу пожелать и успехов, и удачи, и благополучия в новом учебном году. В многопрофильном колледже ЮРГУ на постоянной основе отмечают различные праздники – День матери или День учителя. К каждому мероприятию студенты готовятся очень тщательно, много репетируют, чтобы поздравить преподавателей и студентов. Студентка колледжа Елизавета Федорова рассказала о том, как проходила подготовка к Новому году. В нашем колледже очень активно проводится подготовка к Новому году. Мы репетируем каждый день, подготовились к этому празднику, Новый год, чтобы выступить для наших преподавателей и сделать новогоднее настроение. Обучающиеся смогли насладиться выступлениями своих одногруппников и поучаствовать в соревнованиях за вкусные сладости. На сцене актового зала прозвучали известные новогодние музыкальные композиции. Студенты разыграли сценки, танцевали под современные песни и поздравили всех с наступающим Новым годом. В главном корпусе вуза праздничное настроение. Студентов и сотрудников ЮРГУ в холе второго этажа встречает новогодняя елка. Продолжение следует... Новый год – один из самых счастливых периодов в году. В этот раз вся страна встречает 2022 год по восточному гороскопу. Символ года – черный водяной тигр. Голубой цвет символизирует непостоянство, вода – движение, а тигр – одно из самых энергичных животных. Предстоящий год обещают масштабные перемены в карьере и личной жизни. Тигр – животное-одиночка, поэтому Новый год лучше встречать в кругу родственников и самых близких людей. Большие компании могут отпугнуть тигра. Наряд на Новый год лучше выбирать из натуральных материалов – шелк, кожа или замша. И отдать предпочтение коричневым, зеленым, синим, серебряным или золотым цветам. Также не советуют выбирать яркие искусственные оттенки. Зеленый цвет символизирует удачу. Так вы начнете Новый 2022 год на здоровой и бодрой ноте. На новогодний стол лучше подавать мясные блюда, так как мясо – это любимое лакомство хищника. Его должно быть в избытке. Из овощей и зелени на праздничном застолье будут уместны все, включая экзотические. Считается, что перед Новым годом нужно отдать все долги. Попросить прощения у тех, кого обидел. Закончить все незавершенные дела. Выбросить все лишнее и ненужное. Чтобы начать все с чистого листа. Новые возможности для студентов. Юргу и парк «Россия. Моя история» подписали соглашение о сотрудничестве. Ректор Южноуральского государственного университета Александр Шестаков и руководитель дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области Диана Малышева подписали соглашение о сотрудничестве. Встреча состоялась на базе мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Мы сегодня увидели совершенно уникальную экспозицию истории нашей страны. Причем в большом историческом периоде. И цифровые технологии, которые здесь реализованы, они очень здорово подходят для того, чтобы это знание давать молодым людям сегодняшнего времени. Поэтому я думаю, что мы увеличим количество работ, экскурсий для студентов. И сейчас появилась идея иностранных студентов сюда приводить, рассказывать истории нашей страны, потому что в информационных текстах, информационных материалах есть переводы на английском языке. Поэтому это очень важно, чтобы наши студенты больше знали историю нашей страны, и те, кто учится на историческом специальности, и те, кто учится на других направлениях, и иностранные студенты тоже. В рамках сотрудничества предполагается расширение взаимодействия между историческим парком и вузом. По окончанию торжественной части для ректора и преподавателя исторического факультета ЮРГУ была проведена экскурсия по интерактивным залам парка. Медиапарк – это для нас площадка, в которой мы можем показать, как с помощью цифровых технологий популяризуется историческое знание. Мы можем показать, как с помощью цифровых технологий научное знание доводится до понимания, скажем так, рядового гражданина нашей страны. Наши студенты приходят в медиапарк как в рамках учебных дисциплин, так и просто как волонтеры, как посетители, как слушатели, как зрители, потому что для них это пополнение багажа, как будущих учителей истории, как будущих преподавателей истории. Ну, это просто интересно. По словам Ольги Никоновой, соглашение даст уникальную возможность студентам познакомиться с изучаемой эпохой. А для иностранных обучающихся экскурсии по мультимедийному парку дадут больше знаний об истории, культуре и быту России разных периодов. В ЮРГУ прошло итоговое заседание ученого совета. Что было на повестке дня, расскажет наш корреспондент. В конференц-зале учебного центра «Сигма» состоялось завершающее в этом году заседание ученого совета. Прошли выборы, традиционный конкурсный отбор на должности профессоров и заведующих кафедрови. Мероприятие началось с представления преподавателей к ученым званиям и вручения наград. На самом деле я ехал с уверенностью, что выиграю, я ехал туда за победой, потому что уже был опыт участия в таких конкурсах. Я в прошлом году, а нет, в этом году, получается, летом участвовал в лидерах России, ездил в Москву, но, к сожалению, не получилось победить. Поэтому я себе поставил цель, что я должен победить, что и было. Ну, на сцене, конечно же, очень был рад этому призу, потому что все равно эмоции не передать словами, на самом деле. Когда ты хоть и уверен в том, что победишь, но все туда ехали за победой, и все были сильны. И когда ты побеждаешь, становишься лучшим среди лучших, это просто невероятная эмоция. На ученом совете прозвучал доклад об изменении процесса бессрочной аккредитации, прохождение которой предстоит нашему вузу в 2022 году. Проректор по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам ЮРГУ Сергей Ваулин отчитался о работе университета по программе научно-образовательного центра Уральского федерального округа «Перспективные технологии и материалы». Что собой представляет центр? Это 9 университетов в трех областях, 10 научных организаций, это Арановские институты, и 39 индустриальных партнеров. Цифра 39 видоизменяется. Почему? Потому что какая-то часть организаций выходит, какая-то заходит. Четыре основных направления – это аэрокосмос, экология, новая энергетика, новые материалы, которые пронизываются передовыми производственными технологиями. Цель – чтобы предприятия совместно с вузами, Арановскими институтами добились мировых результатов, результатов мирового уровня, но не только теоретических, но и практических. Члены ученого совета выслушали и одобрили вопросы исключения государственных экзаменов из некоторых программ подготовки бакалавров и магистров. Ученый совет одобрил установление дополнительной единоразовой компенсации детям-сиротам. Если говорить об основных итогах уходящего года, это то, что мы выиграли самый крупный проект, самый важный проект для развития университета на десятилетия вперед – это проект Национального исследовательского университета. Причем и базовый грант, и специальный грант мы вошли в число 17 национальных исследовательских университетов страны. Это высшая лига университетов. Я бы отметил это самым главным результатом нашей деятельности за 2021 год. Ну а сегодня мы обсуждали наши перспективы. С одной стороны, нам скоро проходить аттестацию, причем аттестацию бессрочную, чтобы университет проходил, получил бессрочную аккредитацию. Значит, это март месяц, июнь месяц. Мы должны работать над нашими программами, чтобы выполнить все требования для того, чтобы это все состоялось. В завершении заседания были рассмотрены просьбы создания в структуре Политехнического института новой научно-исследовательской лаборатории «Водородные технологии в металлургии», открытия российско-китайского центра на базе ЮРГУ и многие другие. Конкурсная комиссия подвела итоги Всероссийского конкурса Национальной ассоциации исследователей масс-медиа. Ученые из Москвы и Челябинска совместно создали научную работу, которая заняла первое место во Всероссийском конкурсе Национальной ассоциации исследователей масс-медиа. В ее создании приняли участие доцент филологических наук Академии медиаиндустрии Светлана Уразова и кандидат филологических наук Ирина Кимарская, профессор УДН Ирина Волкова, директор Института медиа и социально-гуманитарных наук ЮРГУ Лидия Лободенко, доцент филологических наук, заведующий кафедрой журналистики, рекламы и связи с общественностью ЮРГУ Людмила Шестеркина. Все эти ученые работали над исследованием на тему экосистемы медиа. Победа в конкурсе нами, я думаю, имеет значение для преподавателей не только кафедры журналистики, рекламы и связи с общественностью ЮРГУ, но и также для наших партнеров, преподавателей из Российского университета дружбы народов и Академии медиаиндустрии. Это все в городе Москва. Мы вместе делали эту монографию, вместе проводили исследования. Это совместная оценка нашего совместного труда, и для нас это повод думать о том, как и дальше проводить перспективы научные исследования в области медиа. Коллективная монография «Экосистема медиа. Цифровые модификации» вышла в свет в издательском центре ЮРГУ. Как отмечают ученые, в монографии обосновывается ряд важнейших проблематик, раскрывающих признаки медиагенеза и оказывающих влияние на реформирование медиа-системы как экосистемы. Конкурсная комиссия высоко оценила монографию. Ну, конечно, прежде всего, это научная новизна, это новаторство, это теоретическая и практическая ценность, это конкретные абсолютно разработки исследования в области такого нового понятия, как экосистема, цифровые трансформации медиа. И поэтому здесь монография составлена из исследований достижений трех университетов. Монография предназначена исследователем масс-медиа, аспирантом-студентом гуманитарных вузов. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи в эфире. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Примите мои искренние поздравления с Новым годом! Накануне всеми любимого праздника принято подводить итоги. 2021 год был насыщен знаковыми событиями. Завершился проект 5.100. За время участия в нем у нас было немало серьезных достижений. ЮРГУ укрепляет позиции в глобальных международных рейтингах QS и TCHE, а также в национальных рейтингах университетов. Растет число публикаций в авторитетных научных журналах. Мы участвуем в коллаборациях и продолжаем создавать консорсумы по приоритетным направлениям. Мы привлекаем к партнерству ведущие корпорации и компании мира, наиболее авторитетные научные организации страны. В уходящем году ЮРГУ победил в конкурсе программы «Приоритет 2030», подтвердив статус Национального исследовательского университета. И сегодня нашей задачей – это достижение глобального технологического лидерства, получение научных результатов не только на российском, но и на мировом уровне, реализация на их основе масштабных инновационных проектов. Убежден, что благодаря профессионализму и таланту коллектива нашего университета ЮРГУ будет и впредь способствовать устойчивому социально-экономическому развитию России. Дорогие друзья, от всей души желаю вам счастливого Нового года. Пусть все хорошее, что было в прошлом году, даст заряд жизненной энергии для реализации важных планов. Пусть исполнится заветное желание. Пусть 2022 год принесет удачу и радостные события, здоровья, семейного благополучия и приятных новогодних сюрпризов.